Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие моменты только у меня бывают, а так я адекватный Субтитры сделал DimaTorzok Это порядок, пока что готовимся на выезд, поэтому порядок, нормально Субтитры сделал DimaTorzok 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 бордюры вот это я бачил как обучают бензокосами людей пользоваться и так далее а сколько часа ты там попрацелов да мне кажется года четыре наверно мы выезжали с воинской части связистов в боровой и я увидел как возле кпп товарищ майор белорусской армии стоит и короче стоят и смеются с того как заставили молодого бойца канцелярскими ножничками маленькими вот такими вот так вот по одной травинке обрезать все газон и стоят смеются с этого я достал телефон снял это на камеру выложила в нехту тогда очень шумную канал по белорусским событиям но тут суть была в другом тогда это очень сильно подлило масло в огонь потому что тогда были события с этими отсрочками от армии и лукашенко там сказал всем идти в армию те кто поступили на высшее образование на заочную форму всех должны были забирать тех должны были забирать служить вот в эту бесполезную армию то есть людям не обучаться не учиться а идти в бесполезную армию вот но это подлило очень хорошо масло в огонь ну и все у меня на утро звонят говорят на ковер не вопрос приехал все эти генеральчики начали сразу на повышенных тонах со мной разговаривать послушать так таким тоном вы будете женой своей дома разговаривать с моего так разговаривать не будет ну короче осадил их и всем искали пиши по собственному желанию не горю такая по-вашему вы не боретесь вы боретесь с последствиями они с тем что это кто это делает да то есть вы не людей наказывать а наказывать только последствия до свидания все написал по собственному желанию ушел и все и патенты прицел сдается в службе такси так точно я ездил катался в такси дело место в машине и лето конечно был самым топовым таксистом который может только быть мне честно мне работа таксиста вообще была по кайфу потому что это постоянные приключения оса потому что ну я не знаю я пока блять короче не убью или она меня сейчас я ее ну хоть наконец-то до тебя доебалась короче это работа с приключениями постоянными с людьми много разных людей а я такое я люблю а а что взагале рассказали люди ну знаешь типа ох ты боже не будет больше заебывать нас извините ну с геями была смешная история когда сели там два гея и девочка играет сидят я только начинаю ехать они смотрят на меня и говорят красивый да они такие ну да да хорошенький я говорю что ну если не брать что типа там восьмиместный хотя нас сидела там 26 что ли человек не кормили не поили вообще благо там уже из-под крана ржавая вода была уже хорошо так ничего что периодически то что мы могли газом попшикать перцовым нельзя выйти вы же видели десятки тысяч пропавших без вести десятки ну там сотня людей просто пропавших без вести убитых скалеченных изнасилованных в сизо ну надо сказать что в любом случае я уже здесь два года и что-то могло начать меняться ну конечно я общаюсь с военными что там ничего не меняется вместо одного магазина патронов они может выстрели по два теперь выстреливают но в целом ничего не изменилось и готова ли напасть я думаю не готова вот если сейчас заморозится война и начнется как но она в любом случае если заморозится начнется опять с новой силой только враг сделает работу над ошибками уже там не упустит никаких моментов то тогда возможно беларусь уже будет участвовать то есть она за раз вина заморозится тебе сцедать силой час россии на то чтобы зрозуметь и помилки ну нету я же не никто не могу я думаю что если будет второй заход я думаю что да я думаю что подключиться ты беларусь уже утонула в позоре поэтому лукашенко уже терять нечего сейчас он не будет подписываться понятно же он и так столько петляет еще просувалися наративы войны там в украине нападу там типа что украина уже не такая как раньше бандеровцы нацисты и так дальше в беларуси ну вы же должны понимать что в беларуси в принципе пропаганда одна на двоих с россией и телеканалы одни и те же вещают и передачи и программы все одно и то же мы в принципе жили с тем что с экранов по главным телеканалом 24 на 7 нам рассказывают что что хотите как в украине хотите вот эти вот майдануты и там лукашенко говорится майдануты и вот эти сидят все там майданы у них что сразу майданы вы хотите у них там нищета голод и когда я уже приехал сюда и смотрю на это все и даже сейчас когда идет в стране полномасштабная война и вот уже это говорил что дайте хотя бы чтобы в беларуси хотя бы на десять процентов как в украине вот хоть на десять процентов как в украине даже вот при войне ну что вот так вот в обычное время был беларусь это просто просто мрак чего беларуська революция беларуський майдан не вдался не вдался потому что работу над ошибками украинского майдана 14 года лукашенко сделал на ура и никому из нас не дали собраться на сразу же просто взяли достали оружие расстреляли то есть не давали даже сбиться в куче в толпы просто всех расстреливали загоняли садили беларусский народ не 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 был готов и не готов по сей день жестким сопротивлением то есть не готовы проливать кровь за свою свободу не готовы выгрызать ее я думаю что я думаю что я думаю что я думаю что но это типа как короче своего рода протест показать что типа мы нас вот много мы есть кто против ну я думаю о многом говорит то что люди становятся на лавочку снимают обувь но это с одной стороны прекрасно с другой стороны это подчеркивает вот эти вот все моменты ну в беларуси же реально ты ты начинаешь разговаривать на беларусской мове дома твой сусед пачул это и еще он робите он телефонуя в милицию и каже возьмите на карандаш у меня соседи разговаривают на беларусской мове и наверное иные оппозиционеры не беларусы и оппозиционеры и все то есть мова беларусская мова это мова преподавателей оппозиционеров то что на беларусской мове в беларуси говорить не можно нет вообще ну типа такого нет что не можно а як ну дарачи с беларуськую мову в беларуси да никак ее нет ну типа вот после протеста двадцатого года как много больше людей начали вот так вот в знак протеста еще больше использовать беларусскую мову чтобы показать лукашенко что мы точно не с тобой потому что ну лукашенко толкает совок пропагандирует толкает все пророссийское российская то есть какая беларусь ну типа если человек искореняет свои запрещает запрещает национальный флаг беларуси герб гимн ну о чем говорить он ненавидит все беларусское он стремится к совку он же вернул стях коммунистической беларуси ну типа а ты беларуський говоришь з дитинства чи ты після двадцатого року почали участвовать да не у нас все выучали мову в школе ну и я выучал так уж то мне как бы не было никогда трудно там разговаривать но после двадцатого года я когда уехал я такой себе все я буду разговаривать беларуской мовы все ты не на 100% володеешь я знаю только слово сябры да не ну не на 100 процентов я ею володу але ну на подсотка у 90 я думаю там слово ведаю в беларуси здебільшого все разговаривают російсько все 99 процентов в детенстве там в батьки не питав типа ну беларусь это как-то вообще даже не было у меня таких мыслей так ну беларусь на там на 100 процентов практически пророссийская ну типа власти все существование наши родители я думаю тоже никто никогда не вдавались подробности я думаю не для кого там беларусы которые считали себя россией да даже совком скорее совком вот поэтому все считали себя совком тв еду речи улюбленный мем тик ток про лукашенко да не все что говорит это улюбленный мем а я сейчас вам покажу откуда на беларусь готовилась нападение не был нанесен превентивный удар по позиции 4 позиция сейчас покажу карту привез они бы атаковали наши войска беларуси россии которые были на учениях россия не проверил подтвердили они были в походном состоянии вот здесь они алкаши меньше болеют ну зачем есть мясо с картошкой россия без нас обойдется россия вона фактично використовую беларусь як сировинный придаток для війни там деякий час говорили что точно рассташеванный вагнер зараз уже там не совсем зрозуміло твоя краина окупована зараз россией так моя краина давно окупована россией вагнера находятся в беларуси вроде ж никто это не скрывает они обучают обучают беларускую армию чему-то там поэтому чем можно назвать можно назвать и беларусь участниками конечно однозначно ну с того самого момента когда беларусь дает использовать свои территории для наступления она уже становится участником этой войны для увей больше чем уверен что и много-много много-много техники в как много в беларуси все развалено но я уверен чтобы выгребали всю технику вооружение было в беларуси позабирали тоже все что было живое все отправилась сюда на войну ну я думаю она тоже задействована перекрашена нарисованы зетки вешки ошки поехали тоже на фронт кольная пауза как ты думаешь что может украина чем можем мы програти цю войну может ли украина проиграть эту войну я должен сказать нет я не знаю что ты должен сказать не думаю что она может проиграть эту войну или не хочется верить что она может проиграть эту войну блин уже такой вопрос если политики не прекратят дербанить деньги перекладывать брусчатки заниматься откровенных херней то возможно все только они своими руками могут разрушить вот это вот это вот сильная это вот дух людей которые дух и силы людей которые ценой своей жизни отстаивают каждый сантиметр украинской земли на фронте только политики могут ее испортить потому что мне кажется что придет время к если так он будет продолжаться на фронте войны сделают вот так и придут к их дворцам которые они отстраивают в это время и будем разбираться уже с ними а не а враг в это время будет двигаться тоже сюда к сожалению покатки всякие скажи не собаки свиньи пьяни пови и драни бандиты и гоми ховайтесь додому тримте рогуль и депатруль квартальный патруль охорона порядку от бурьяну прополем оградку радует как нацист мобиль это я я это 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 я я это это после выезда, после фронта, бывает в таких людных местах, наверное, участие? Ну, наверное, поэтому нам и проще, что мы не становимся асоциальными. То есть мы получаем БР-ку, едем, полигоны здесь, здесь, полигоны, обучение какое-то. Опять получаем БР-ку, едем, там, шесть дней, десять, четырнадцать месяц, возвращаемся назад. Поэтому мы это все видим, для нас, наверное, не так, это дико. Хотя, с другой стороны, что говорить про Киев, ну, там, Запорожье живет, кайфует. Че смотреть на, ну, эскортницы вернулись, майбахи вернулись в Запорожье, все сидят, кальянчики курят, суши едят. Тридцать километров от линии фронта и жизнь идет. Вот. Та, наверное, какие-то заведения, то, что люди отдыхают, меня не подбешивает. Ну, типа, наверное, за это мы и боремся, чтобы люди могли жить свою жизнь. Пока, там, стеной стоим и сдерживаем. Подбешивает, когда люди напоказ начинают уже демонстрировать какую-то откровенную пафос, вот этот вот весь дорогую красивую жизнь. Вот, и кто-то подбешивает, когда дискотеки. Дискотеки подбешивают. Ну, типа, вы хотите отдыхать, ну, идите поужинайте, позавтракайте, пообедайте в ресторан. Никто никому не запрещает. Но у меня просто не так давно я сцепился с одними людьми. С какими-то девочками с надутыми губами, которая сказала, ну, она так просто стояла рядом в компании и говорит, я... У нее кто-то спросил, что-то, сколько надо, чтобы тот мальчик зарабатывал, то ли шо, она говорит, ну, больше, чем я, я зарабатываю 13 тысяч долларов. У меня там что-то на собаку только 3 тысячи уходит. Я подошел и говорю, а сколько ты на ЗСУ, типа, донатишь? Знаете, что она сказала? 500 гривен. То есть, она могла даже просто обмануть. Вот, она могла просто обмануть, но она даже не... Тупая обезьяна даже не додумалась этого сделать. И она говорит, 500 гривен. Я говорю, то есть, ты считаешь, из 13 тысяч долларов трешку ты на собаку, кричишь, тратишь свою. И 500 гривен ты тратишь на ЗСУ. Ну, и там все началось. И там государство, а эти... Ну, человек начинает сразу, а эти вообще ничего, а я хоть 500. А вот... Да мне все, не о чем больше разговаривать с тобой вообще. Пока ты пиво пьешь, кайфуешь на диване. Листаешь мамбу, или просто день провел. Стеною нерушимы, там стоят ребята. Кто не устал от битов каждый день? Нет мыслей там. А что же будет завтра? Порой, имея лишь мгновение. Всего лишь призрачную тень. Я не читаю вам морали. Пишу в надежде отрезвить. Умы, заблудшие в кумарике кальяна. И души, что сбились на своем пути. Очнитесь, дети Украины. За мир, свободу, женщин и детей. Дорога трудная, усыпана телами. Врага, убийцы, м... Героями, что жизнь свою отдали. Стеной для дома, ставших на пути. Не убежавших с родины на Бали. Людей, что в вечной битвах апрелли. Как ты чувствуешь себя психологически? Чего есть у тебя такая штука, как ПТСР, пенечные атаки, флешбеки, триггеры? Ну, психика точно страдает. Жена говорит страдает. Я это не замечаю. Ну, нервы, да, уже абсолютно не держат. Уже быстро. Я и так вспыльчивый за секунду могу вспылить. Но так, в целом, я считаю, что все вот эти ПТСР, это все выдуманная история, которая никак там особо не подтверждается. Если сделано для того, чтобы косить... косить от войны. Они что там сейчас? Едут на фронт. Их там за ноздри забрали с ресторана. С БОХа. Отправили на центр укомплектования. Отправили на фронт. Где-то там что-то рядом упало. За 300 метров. Вон все. А, ПТСР в больницу. У меня ПТСР. Не могу спать. И все. Рассказывают эти истории, чтобы не идти служить. Поэтому... Конечно, оно есть. У всех разная психика и каждый может выдержать разное количество там увиденного. Но... Я думаю, что с большего это выдумка. В большинстве своем. Но и... Такое может быть. Ну а у тебя как? Не, у меня... Нормально. Поплакать могу. Да? Я шучу. Да не, шучу. Да не, могу конечно. Да не, все нормально. Я же говорю, только что вспыльчивый стал. Когда ты начинаешь еще интересоваться. Узнавать многие моменты там. От того, как что происходит. Как люди себя ведут. Что они думают о войне. Что думают мужчины. Я же говорю, ты смотришь, идет... Я тоже недавно вышел. Выходят из магазина два мужика. И один берет вот так вот фуфырик водки. И вот так идет просто. И говорит, ой, как же я тебя люблю. И вот так вот целует ее бутылку. И говорит, я вот за тебя готов жизнь отдать. Я тебе стихи готов читать. Я вот так просто устанавливаюсь. Говорю, слышь ты, говорю, пи***й, кусок. Говорю, за что ты готов? Да ты украинской земле, говорю, должен целовать ее. И ей, говорю, стихи рассказывать. Пи***й, х***й мы. А они там вдвоем встали. Что? А что не так? Я говорю, что не так? Что ты вообще говоришь? Ты водку тут превозносишь. Ну, короче. Вот такие моменты только у меня бывают. А так я адекват. Ты багатьок втратил на этой войне? Ну, уже много, да. Несмотря на то, что я там иноземец. И у меня не так много там. Ну, хотя у меня много было друзей. Ну, просто я представляю себе тут всю жизнь жил. И у меня там и одноклассники и так далее, были соседи везде там. Да, уже достаточно много. И, к сожалению, есть такие... Короче, ты каждый раз себе говоришь, не привязывайся к людям, не привязывайся к людям. А я такой человек, что если мне симпатичный человек, то я вот со всей душой к нему сразу впускаю в сердце. И из раза в раз я просто так обжигаюсь этим, когда ты кого-то теряешь. Как-то не привязыватись на войне и не выходит, как бы ты до этого не хочешь? Ну, у меня не выходит. Просто какие-то... Какие-то потери тебе даются легче, а какие-то сложнее. Бывает даже такое, что ты знал человека буквально там пару раз где-то с ним пересекался на каких-то задачах. Пару раз там чай, кофе попили, и он погибает. А тебя это, вот не знаю, вот есть такие люди, с которыми ты не был очень сильно там близко в теплых отношениях. Но они тебя прям почему-то очень сильно подкашивают. Тебе не сняться те люди, которые погибли твоими братьями? Сняться, но ни разу не было, чтобы что-то там. Просто они как будто живые, как будто все вот. Ничего там не говорят, не зовут, не просто... Это какие-то житевые ситуации? Да-да, простые жизненные ситуации, где мы общаемся, что-то там. И я даже во сне не понимаю, что человека нет. А потом, когда прокатаешься? Ничего. Вспомнил. Вспомнил сон. Вспомнил, не сказал ли он что-то. В чем можно там поискать смысл. И все. Ну да. Ну из всех там близких друзей, мне вот Мали снился пару раз. Вот. А что он тебе говорит? Ну ты такой, а ничего, что-то там рассказывает мне за пулемет, еще что-то. Ничего такого. То вот-вот ты появишься и скажешь. Ну что вы тут? А тебя все нет. А самое страшное, что никогда больше и не будет. Будут лишь бесконечные воспоминания, кадры из которых, как бы не было грустно признавать, стираются из нашей памяти. Все, что я могу, это нести память о тебе через остатки времени, которое я еще буду тут, в этом мире. Пошли туда продать? Пошли. Это, кстати, всегда, когда приезжаю за дачу, постоянно прогуливаюсь до этого мемориала с этими флажками. Приезжаю, там ставлю машину на Шота Руставели. И так прогуливаюсь до этого мемориала и назад. Можно узрить всегда такие невероятные контрасты. Ты приходишь, видишь тысячи флажков, десятки тысяч флажков, столько сломанных жизней судеб героев этой страны и не только этой страны. И идешь назад и видишь, как в Белом наливе, в Пьяной вишне, стоит молодежь с залитыми глазами. Что-то бычит, быкует, там падает. И вот тебе контрасты, как сразу свое настроение потерять. Да, и тут Пес Патрон еще бегает. Вот, видишь, стоит. Пес Патрон, да. Еще один триггер, сейчас глаз начнет дергаться. Как ты, взяли, эта история про Пса Патрон? Это ужас. Ну, ты покажешь, что это типа для детей, для войны? Какие? Ну, зачем вы обижаете, унижаете, огорчаете, расстраиваете войсковых? Типа. Ну, вот это. Что, взагалі, значить для тебя в це місце? А? Что значить для тебя в це місце? Здравствуй, Корчинского. Для меня? Угу. Я не знаю. Оно для меня… Хоть и здесь столько скорби и горя, для меня это место силы, в котором… Узри в которое, каждый раз ты понимаешь, что мы не можем сдаться, мы не можем остановиться, и… Мы победу мертвым должны. Вот и все. Мы им всем должны победу. Ты не боишься потрапить в полон? Типа, если полон пошло… Не хотелось бы. Да неприятно, понимаю, очень будет. Ну, я рассказывал уже, что… Я когда-то думал… Вот перед задачей, как раз, где Мали погиб, мы плыли, и я думаю… Блин, вот если попаду в полон… Вот у меня есть граната всегда, я подорву себя, да и все. А потом задумался и… Думаю, блин, а зачем? Ну, какой смысл? Ну, это просто будет новая глава того… Твоей борьбы, ну, твоего противостояния врагу. Ну, просто все будет в другом формате, и… Я решил, что… Ну, если… Я, честно говоря, просто… Рисую себе, моделирую ситуации, как ты можешь попасть в плен, и… Ну, это какие ситуации? Там, где-то какой-то жесткий прилет, тебя там контузило, ты потерял там… Связь с реальностью, очнулся, тебя уже связали, все, ты в плену. Если это стрелковый бой, ну, тебя все равно застрелят, ну, ты… Там тебе не скажут, поднимай руки, выходи. Ну, типа, я знаю, что я буду сражаться до конца, и… Рубиться до конца, и… Ну, и меня просто застрелят, и ничего здесь такого не будет. Поэтому… А ты думал, ну, если… Не дай Бог, конечно, так и станет, что… Если ты загинешь, то ты загинешь за чужую Украину. Чи для тебя… Как это ты видишь? Да, куда важнее, что я погибну за правду. Я погибну в борьбе за абсолютное добро, за людей. Это куда важнее, чем… Ну, и также… Мы сражаемся здесь с врагом, который в том числе и мою страну, а у меня отнял. Поэтому… Разогнать можно по-разному. Но точно… Война подразумевает смерть. Каждый, кто идет на войну, он понимает, что… Там, условно… Война подразумевает собой смерть, и то, что ты там погибнешь, можешь погибнуть. Поэтому, если бы кого-то, я думаю, это страшило, я бы уже сидел в Польше, собирал клубнику и не переживал. Работал в Uber там, и все было бы нормально. Вот. Спасибо тебе большое за интервью. Сабры, давайте долучайтесь, подписывайтесь на Ukrainian Witness. Ссылочка где-то будет вот тут вот. Спасибо. Все. Спасибо вам, ребята. До свидания. Может, я уже могу надягать его куда-то? О, кайф. С ног в очках, что ли? Да нет. Мне и так говорят, что я как на реку. Спасибо.